Ой, ребят, я даже не знаю, как зачитать это без смеха, но попробую. Депутаты Государственной Думы обратились в Минкультуры с просьбой создать по поводу Украины общественный худсовет, который проверял бы появляющиеся в соцсетях перформансы на предмет провокационного содержания. Твою ж ты жизнь. Откуда они там такие берутся? И у меня сразу вопрос. Кстати, возник, а специалисты какого профиля должны будут в тот худсовет войти? Или это опять станут чьи-то любовники, любовницы, дочки, сыночки, тещи, соседки? Второй момент. Вообще-то для подобных целей в России уже имеется соответствующая структура. Называется Лига Безопасного Интернета, которую возглавляет небезызвестная госпожа Мизулина-младшая. Другое дело, что это с позволения сказать профессионалка. Ни черта не понимает в том, чем занимается блогер от баннера, с трудом отличает. Ну давайте еще пару вагонов таких же бесполезных шарак создадим. Нам же деньги девать некуда. У нас же нет никакого кризиса в пулем, миллиарды в очередной АГЭ. Достали, блин, эти бездари. Начинаем! Не отстают от депутатов и прочие попрошайки. Руководство печально известной Роснано обратилось к правительству с просьбой о докапитализации. По-русски денег ребятишки снова клянчат. Объясняют это тем, что дополнительные средства необходимы, дабы предотвратить какие-то потери. Слушайте, вот я угораю с этих госкорпораций. Та же Роснано существует с 2007 года, то есть 15 лет уже этой конторе. А кто-нибудь вообще знает, что они там сделали за это время? Вот этот вот планшет, занюханный для школьников на основе гибкого дисплея, который, впрочем, вживую никто никогда не видел, его же по телевизору показали один раз. И гуляй, Вася! И то, что мы подготовили сейчас, это, собственно, вот есть компьютер, который используется для обучения школьников. Сегодня в него закачан полный комплект учебников по всем дисциплинам до 6 класса. Не, ну круто! 15 лет и один единственный продукт, в который еще и вломились 150 миллионов долларов, и который в конечном итоге был признан несостоятельным, от производства отказались. Один мертвый школьный планшет за 15 лет работы, для сравнения, компанию Apple Jobs создал в 1976 году без копейки государственных денег, а уже в 1984-м. Они презентовали миру революционный по тем временам 32-разрядный компьютер Macintosh, государственную премию схлопотали от президента Рейгана за развитие технического прогресса, что у нас еще раз с 2007-го. Шарашка фиг знает, чем занималась. И каждый раз одно и то же дайте денег. Господа, не пошли бы вы лесом или, как любят говорить, ура, патриоты, идите работайте. Нечего в бюджетное корыто свое рыло мочить. У вас было достаточно времени, чтобы встать на ноги, и бюджет российский вам достаточно помогал. Если не умеете работать в сфере высоких технологий, идите вон навоз по полям раскидывайте. Целину распахивайте, картошку сажайте, да мусор в конце концов из дворов выметайте и сделайте хоть что-то. Полезное для своей страны хватит ее доить, прикрываясь красивыми словами а-ля IT-сфера. Нанотехнологии, аналог говнет. Дядь, добавить бы надо. От мертвого осла уши, получишь у Пушкина. Это реальная журналистика, звезда близко, тема сегодняшнего выпуска. Поехали. Кстати, об айтишниках. Я уже много раз говорил, что профессия в IT это профессия будущего. Уже сегодня нехватка таких специалистов в России достигает полутора миллионов человек в год. И это не преувеличение. Это суровая реальность нового цифрового века, который только начинается. У онлайн-школы Skill Factory есть отличный курс инженер по тестированию и контролю за качеством IT-продукта. Задача инженеров это поиск и анализ ошибок системы, составление отчетов и передача таких данных разработчикам на доработку. На старте нужны минимальные технические навыки, достаточно основ базовой компьютерной грамотности. Поэтому данная профессия считается одной из лучших точек входа в сферу IT. Если совсем просто, чем тестировщики занимаются? Ну, например, проверяют, выдержит ли сайт, если за покупками придет сразу тысяча пользователей, корректно ли работают фильтры, сортировка товаров. Вот эти баги он ищет и отправляет на доработку. Средняя зарплата тестировщика начинается от 120 тысяч рублей и растет с развитием навыков. Обучение ведется в формате онлайн, поэтому учиться можно без отрыва от основного рода занятий. Преимущество Skill Factory – вы можете выбрать наиболее комфортный путь для вас. Не хотите изучать программирование, вам подойдет курс «Ручной тестировщик». Новую специальность получите всего за 4 месяца. Если же программирование – это ваше, пожалуйста, тестировщик с автоматизацией на Python или Java. А еще обучение – это 80% практики, никакой ненужной воды, плюс поддержка менторов на всех этапах. Причем это не теоретики, это действующие спецы, работающие в крупных компаниях. А еще у Skill Factory есть карьерный центр, который помогает студентам с трудоустройством. Я уверенно рекомендую этот курс, как и многие другие. У ребят высокие оценки и очень хорошие отзывы на независимых площадках. Стань тестировщиком ПО в Skill Factory, ссылка в описании. А по промокоду «Журналистика» получи скидку в 45%. Дерзай! Новость для упоротых, которые по-прежнему свято верят в сказки пропагандистов, будь то зарубежные санкции для нас – это семечки. Так вот, расстраивать вас сейчас буду. Набиулина накануне – это председатель Центробанка – прервала свое продолжительное молчание и поведала стране, как обстоят дела в России на самом деле. Тезисно предлагаю. Экономика может жить на запасах временно, поэтому уже во втором-третьем квартале она войдет в период структурной трансформации. Вот умеют они за пургой смысл прятать. Переведу для одаренных. Дорогие соотечественники, особенно не радуйтесь. Мы вас просто пугать до сегодняшнего дня не хотели. Но запаса прочности хватит еще на месяц-два, максимум три. А затем в двери позвонит за***ца. Поэтому готовьтесь. Санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке, но сейчас они все больше начнут сказываться и на реальных секторах экономики. И основные проблемы будут связаны даже не столько с санкциями на финансовые институты, сколько с ограничениями на импорт, логистику внешней торговли. Продолжаем. Центробанк не будет искусственно снижать инфляцию, так как это начнет мешать малому бизнесу. Короче, цены продолжат расти. Их теперь уже в геометрической прогрессии, теперь уже их сдерживать никто не будет. Даже врать об этом перестанут. Очень скоро вы, ООН, заметите, что вы думали. В сказку попали. Экономика должна быть экономной. Это я опять перевел дальше. В условиях санкций ЦБ может распоряжаться только половиной своих резервов. Ну тут как раз все понятно. Они ж другую половину наших с вами денег за бугород тараканили, а там эти бабки арестовали, заморозили. Так что забудьте за те накопления. Доступные резервы это золото, юани, кое-какие ценные бумаги, однако с их помощью нельзя управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке. А вот это уже для тех, кто еще неделю назад верещал от радости, мол рубль-то укрепляется, как мы этих проклятых буржуинов, а? Российский рубль продолжает стремительный рост. В ходе торгов на Мосбирже курс доллара упал на 4%, почти до 76 рублей. Так что, ребятки, забудьте об этом. Стремительного роста рубля каким-то невероятным чудесным образом больше не предвидится. У Центробанка тупо закончились лишние деньги на поддержание мифа о вашем величии, поэтому спрячьте свою распальцовку, очень скоро полетим в финансовую же пропасть. И заметьте, не я это сказал, а то ведь начали уже отмороженные комментарии своими царапками наколачивать. Вы все врете, лодку шатаете. Это экономика, и экономике на ваши ватные понты глубоко наплевать. Она работает вне зависимости от количества выпитого кем-то боярышника, вне зависимости от числа просмотренных ура-патриотических дегропрограмм по ящику, там, или тупых сериалов, а прочим. Подождите, миссичишка, сами все ощутите на собственных шкурах. Родные мои, понимаю, как вам нелегко, но сейчас нужно еще потерпеть. Ну и под занавес, а я ведь не все хорошие новости вам озвучил, крупные торговые сети приостановили открытие новых магазинов. Речь, в частности, идет об X5 Retail Group. Это Перекресток, Карусель, Пятерочка. О Вилли Вкус, о Базбуке Вкуса. Похожие заявления сделали и некоторые магазины непродовольственных товаров. Например, М-Видео. О чем это говорит? А это минус ассортимент и товарооборот. Минус налоги, но самое главное. Это минус рабочие места. Да, это только первая часть Морализонского балета. Дальше, видимо, будет еще веселее. Закрывать потихонечку точки продаж начнут. Соответственно, начнутся увольнения. Я понимаю, что дурачку, сидящему в труханах на диване наперевес с пивасом, на уны глубоко наплевать. Он же, мать, пенсионерку дербанит, квасит с утра до вечера. За ее счет. Зато патриот. То есть и другие люди нормальные. По которым это здорово ударит. И так-то с работой в отдельных городах и весях не очень. За счет пятерочек спасались. Все. Баста, карапузики кончились. А танцы, впрочем, об этом предлагаю поговорить в следующем выпуске. А это была реальная журналистика. Переваривайте. Подписывайтесь на канал. Проверяйте подписки. Ютуб подписывает людей без их ведома. В соцсетях тоже жду. Например, в нашем телеграм-канале. Ссылку оставлю в описании. Друзья, добавляйте с темы. Предлагайте поднимем, обсудим. Пока-пока.